Итак, приветствую вас всех на моем YouTube-канале. Смотрим, мы продолжаем смотреть турнир WSL Season 4. Группа А, матч номер 2 у нас. Нас ожидает ЗВТ. Зерк Гаемо против Террана Леты. Как раз-таки здесь есть такой вот в этих превьюшках. Небольшой намек на то, что именно стримеры борются, потому что здесь сейчас написано именно их ID, как они есть на Африке. Вместо имен. Да, и вот здесь, кстати говоря, тоже. Ну что, поехали. Также у нас карта Polypoint. Насчет Map Pool поговорим, наверное, потом. Но там вполне стандартные карты. Единственное, там одна карта из прошлых сезонов ладерных, ну и в целом прошлых сезонов каких-то турниров. Это карта Ringing Bloom. Остальные стандартные карты Vermeer Selfie и Butter. Ну, Ringing Bloom, кстати, довольно неплохая и интересная карта. Не так много на ней было сыграно... Ну, короче, не раскрыла она себя до конца, как я считаю. В принципе, ну, мне, по крайней мере, вполне приятно увидеть эту карту вновь. Посмотреть на ней игры. Так, что мы имеем? ЗВТ. На 7 часах у нас Зерк. На 11 часах у нас Теран. Синий Теран Лето. Красный Зерк. Гаемо. Он же Гае Мода. Так, все поправили у нас камеры игроков. Направили друг на другу. Кстати говоря, такое небольшое отступление лирическое. Скоро будет корейский турнир, в котором я тоже должен буду принять участие. CMSL называется. Caster Muse возвращается и будет для нас организовывать очередной турнир. И, конечно, надеюсь, что получится у меня на нем сыграть, если все нормализуется с интернетом и со всем-всем-всем. Ну, и, кстати говоря, там тоже, вот, я помню, когда предыдущий сезон Caster News проводил, была вот такая фишечка с игроками, с вебками. Он даже заставлял специально стримить. Но, кстати, вот, когда я там играл с Артосисом, он вебки наши вроде не добавлял. На вводе у него я не видел. А я, кстати, даже и без вебки вроде стримил. Но у него почему-то обязательное было условие, чтобы мы стримили. Вот, ну, короче говоря, возможно, возможно, скоро приму участие в корейском турнирчике. Так, ну что, посмотрим, что у нас здесь будет. Видим газ быстрый от леты. Это будет Factory. Однозначно. Вполне возможно, что будет два Старпорта. Вот как раз-таки сейчас комментаторы об этом говорят. Ту-старт, ту-старт. Соответственно, два Старпорта, возможно, лето будет исполнять свою фирменную стратегию, которую он играет уже, я не знаю, сколько лет. Ну, больше десяти однозначно. Еще на пролиге в 2007-2009 годах он активно играл эту стратегию. И даже противники, его оппоненты, зерги, зная, что лето всегда играет в два Старпорта, они ему все равно проигрывали, потому что лето исполнял эту стратегию мастерски. Умел из нее выходить в разные продолжения, как в обычную игру через пехоту, так и во всякие подпуши, в быстрые весла и так далее. Так, смотрим. Достраивается факторка, барак перелетает, и командный центр будет здесь заказан. Просто выход в ЦЦ через Фэктори, это не два Старпорта. Лето совершенствует свои галдордеры. Ставится крипкулони стандартно против Газа. Ожидает, что приедет в Ультурка. Она могла бы приехать как раз. Неплохо по таймингу ставится колония из Порка, потому что если бы Лето не заказал машиншоп сначала, а сразу бы заказал в Ультуру, то она приехала бы довольно рано. Командный центр уже на половине. Там Леер, кстати говоря, Гаема очень-очень рано заказал. Сделал он это на натурале. Я думаю, что у Лето будет все подрасчитано с таймингом против Муталисков. Так, что у нас здесь заказал? Интересно, Лето. Возможно, эта скорость в Ультурам сразу же заказана и будет пытаться заехать на трех Ультурах. Может быть, даже на двух Ультурах со скоростью. Скорее всего, три Ультурки будут все-таки сначала. Так, вот посмотрите, разведают Гаема. Аккуратненько. Сначала одним лингом подбежал. Не увидел ничего. Сейчас вторым лингом. Ну как, ничего не увидел. Он увидел, что нету командного центра. И опасается, опасается какой-то агрессии. Мы видим, что Гидралиск Дэн также Лето Гаему поставил пораньше. Делается это для того, чтобы... Вот можно было вот такой заезд отбить. Да, сейчас Гидралиском. Потому что Дамуты долго. Плюс, плюс. Повторюсь, что Лето любитель игры через два Старпорта. И как раз-таки Гидралиски здесь успели бы вовремя появиться. И в рай там не дать хозяйничать у себя на базе. Вот. Ну мы видим, что ничего, ничего абсолютно не сделал Лето своими Ультурами. Абсолютно ничего. Немножко выиграл, можно сказать, там майнинг таймы. Ну, кстати, вот это проскакивает. Проскакивает Ультура. Хотя бы он разведывает. Но тут на самом деле разведка-то такая. То есть здесь Терран знает, что будет делать Зерг так или иначе. У Зерга не так много здесь вариантов развития событий на данную. Секунду он по-любому, ну, либо будет мут устроить в небольшом достаточном количестве, либо будет гидроустроить. Ну и как раз-таки, да, спалил он несколько муталисков. Но я думаю, что Лето и так был бы к ним готов. Даже если бы он не разведал их непосредственно Ультурой. Так, прилетает. Здесь есть Туретка. С Туретками можно тут маленечко похалявить Террану. Когда ты играешь через Голиафов, главное, чтобы Туретки просто выигрывали определенное количество времени, чтобы Галы успели поменять свою позицию, подойти и уже с муталисками сражаться. Потому что, если, например, Терран играет в пехоту, то Туретки являются... Ну, они, да, и танчат, в принципе, дэмэдж наносят, сами дэмэдж определенный. Ну и вместе, вкупе с Мариносами, они, в принципе, неплохой дэмэдж наносят. Здесь же Туретки больше чисто вот потянуть время, пока основная масса Галлов не подойдет. Так, разведывает здесь СВ-шкой. Чапачом, видит, что у гидралисков нету скорости. Принимает решение пойти в атаку. Льета... Ой, смотрите, здорово поднялся на горочку и уничтожает одного муталиска. Еще одного очень хорошо продамажил там. Так, ну и сейчас как-то Гайему надо отбиться от этой атаки. Малой Кровио. Смотрите, здесь есть две вультуры с минами. И где-то около восьми там Голиафов. Да, может быть, чуть больше, чуть меньше. Четыре вижу. Еще где-то столько же там сверху. Семь, семь штук. Подстраивает муту. В принципе, здесь должно... Ну, примерно плюс-минус на одного Голиафа. Надо по одному муталиску. Но хата... Смотрите, хэтчери будет потеряна все-таки. Хэтчери будет потеряна. И, возможно, придется еще и эту хэтчери отменить. Здоровский пуш исполнил лето. Даже никаких апгрейдов у него нету. И, видимо, как раз-таки поэтому Гоему и не ожидал, что террент придет в атаку в такую. То есть он рассчитывал немножко сейчас прохалявить из-за того, что долгое время играл с двух хэтчери. Ну, и эта халява вышла немного боком Гоему. По крайней мере, хату он потерял. Эту хату он, наверное, не будет отменять и переставлять ее. И так можно здесь, в принципе, потаскать минералы, пока другая не достроится. Но в целом потеря хэтчери... О, а зачем ты здесь ставишь хэтчери? Можно было бы поставить здесь на минеральники. В целом потеря хэтчери, конечно, дорогого стоит. 300 минералов все-таки на дороге не валяются. Тем более, когда зерк играет в такую не сильно экономически сильную стратегию с самого начала. Вот, только сейчас ставится здание для апгрейдов зерковских юнитов наземных. Evolution Chamber. А здесь мы видим, что уже у Леты готов один апгрейд на атаку. Плюс у него уже есть Science Facility и строится первое весло. И в скором времени достроится еще и Redate. Возможно, он подозревает, что зерк планирует играть в Mass Mass Mute. Но мы видим, что зерк пока активно, очень активно вкладывается в дронов. Так, проезжают две вультурки. Уже они с апгрейдом на атаку с двух ударов уничтожают дронов. Ну, даже если две гранаты не одновременно в одну и ту же секунду прилетают. Так, и мы видим, что две армори уже крутятся у Леты вовсю. Это означает, что будут у него апгрейды 2-1 через некоторое время. Примерно та же логика, что и в матчапе ПВТ. Сначала делается апгрейд с одной армори, потом строится вторая. Как раз-таки к тому моменту, как достроится Science Facility, доделывается и вторая армори и заказываются сразу же два апгрейда. Потому что вообще против Зерга апгрейды работают отлично. Как и у Террано, так и у Протса. И апгрейды на атаку, и особенно апгрейды на оборону. Так как у большинства зерговских юнитов, у них не очень большой показатель самой непосредственно атаки, самого дэмэджа, а зато довольно высокая скорость. Так и именно вот в таких моментах броня работает лучше всего. Так, ну и мы видим небольшой харас от ГАЕМа. Здесь туреточки под инженеринг-бэем спрятались. И Лето свое яйцо неподалеку держал. Да, Веселя в виде яйца. И вовремя кинул Иридейт, тем самым напугав Муту. Здесь уже довольно много гидры. В целом, если по лимитам судить, то у зергов все в порядке. Я считаю, 90 на 104 лимита. Это вполне-вполне себе играбельно. Но Время в какой-то мере всегда играет на Террано. Когда Террано играет через механизацию. Особенно если Террано займет третью-четвертую базу. Так, ну мы видим, что ГАЕМу не собирается давать Террано спокойно жить. Ну да, здесь атака, конечно, опрометчивая. Еще и куда-то полпачки гидралисков отправляются на муви. Возможно, он отвлекся вот на эту вультуру, которая тут каталась, надоедала назойливая вультура. Только, возможно, просто как-то плохо сконтролил. Но, в любом случае, эта атака вышла боком для зерга. Ничего он абсолютно не убил Террано. При этом потерял, наверное, в общей сложности пачку. Гидрточный. Если считать еще тех, которых он сейчас на мини потерял. И этим, пользуясь Лето, должен сейчас выйти поставить третью базу. Я не уверен, что Террано сейчас нужно идти в атаку. Даже несмотря на то, что у него есть апгрейды 2.1. И мы видим, что Лето как раз-таки тоже не уверен. Наверное, думает пока. Сейчас, может, просветит. Посмотрит на позицию зерга. Сколько его и так далее. Нет, слышим, что раскладываются танки. Да, никуда он пока не пойдет. Я считаю, что это правильное решение. Сейчас он подождет, пока у него раскачается маленькая третья база. Потом тут же можно будет поставить еще четвертую базу на 12 часах. Дождаться апгрейдов 3.2. И уже с апгрейдами 3.2 с лимитом под 200. Куда-то пытаться выдвигаться. Пока что я считаю, что Лето действует абсолютно правильно. Что до зерга. Зерга, мы видели, Квинзнест готов. При этом хайв не заказан. Это будут квины. Квины это хорошая достаточно ответка к игре. К игре против механизации. Против механизации работают квины отлично. И вот как раз таки, смотрите, Лето просветил. Просветил мейн, просветил натурал. Увидел Квинзнест, не увидел заказанный хайв. Я думаю, что сейчас Лето понимает, что следующие юниты, которые будут у зерга готовы, это будут квины. И вот они как раз таки. И смотрите, Вультура там еще замечает. Но не факт, что Лето на самом деле посмотрел в этот момент именно на гибель своей Вультуры. И увидел, как Квина вылетает. Но опять же, я думаю, что Лето не первый день играет в Старкрафт. Не первый день играет этот матчап в таком стиле. Я думаю, что он прекрасно понимает, что зерк готовит ему. Ну, кстати говоря, смотрите, делают уже третью пристройку для Фэктори. Откуда у него столько газа, не совсем понятно. Наверное, накопил Теренгаз тем, благодаря тому, что Вультура активно перешел, начинает ими кататься туда-сюда. Ну и посмотрите, выдвигается, выдвигается вперед. Вот Лето, кстати говоря, я считаю, что вот сейчас, несмотря на то, что он четвертую не занял, да, и несмотря на то, что он не дождался апгрейдов 3-2 на данную секунду. Но я считаю, что его тайминговая атака довольно неплохая. Потому что как раз-таки, как раз-таки, зерк заказал квинов, и у квинов до сих пор не готова пока что мана на брудлингов. Да, для чего строятся квины? Квины строятся для того, чтобы убивать танки брудлингами. У брудлингов очень хороший рейндж, то есть у этого спелла магического очень хороший рейндж. Я не знаю, почему здесь Гоему не добивал своего. Муталиска, да, пока что Гоема действует стратегически хорошо. Он с помощью вот этой основной своей группировки из небольшого количества муталисков и гидралисков контратакует. Но посмотрите, как здесь неудачно стоит гидра и танки, буквально три танка и мины. Я думаю, что этого будет вполне достаточно здесь Лети, чтобы остановить эту атаку. Мины пока что все умирают, но вот там был хороший прям коннект мин. Нам не показали этот момент. И посмотрите, какой тайминг. 142 маны, 142 маны у квинов. Но не успевает, не успевает вовремя он воспользоваться этими юнитами. Как раз таки Лето провел идеальную-идеальную атаку. Уже убил две хэтчери, убил натурал. Сейчас еще гидралис к дентам. Уничтожен можно спайр также. Подбить, подбрить. Так, я не знаю, зачем Лето отступает назад. Мне кажется, что он может продолжать движение вверх. Двигаться вперед. Так, ну и вот пошли-пошли брудлинги. Но здесь, конечно, уже брудлинги скорее такой, как гол престижа. Ну, раз построил квинов, уже, наверное, надо все-таки ими воспользоваться, прежде чем написать ГГ и выйти. Но я думаю, что, судя по ресурсам, которые скопило Лето во время всей этой атаки, я думаю, что у Зерга не остается никаких шансов на продолжение борьбы в этой игре. Да, есть у него еще база на 12 часах. На мэне какое-то количество квинов мы видим. Квин один заражается и сразу же летит кидать брудлинга, но не долетает. Не долетает, там Голиафы с ним расправляются очень-очень легко. Еще три кивины есть с маной. Ну, наверное, вот сейчас ГМ прилетит, куда-нибудь кинет эти три брудлинга и, наверное, надо уже выходить из игры и писать ГГ. Да, вот как раз-таки подлетает, кидает. Ну и пора, пора писать ГГ. Здесь, честно говоря, не вижу никакого продолжения для Зерга. В два раза лимит больше. У Терана апгрейды идеальные. У Терана четвертая база с третьим газом уже работает. Он сразу же под шумок ставит себе пятую базу, минеральник. Вот это, да, как раз-таки нам показали. Я не знаю, чего ждет лето. Можно просто через атаку все послать. И если даже все умрет, и еще столько же настроить, и послать еще раз через атаку. И там уже Зергу, скорее всего, нечем будет это все крыть. Здесь апгрейды всего 2, 2-0. Ни апгрейдов, ни ресурсов толком, ничего. Зерга нету. Зачем вы сражаетесь, мистер Гаемдерсон? Почему вы продолжаете бороться? Ну, видимо, есть какой-то план. Вот еще три Квены. Еще три Квены, еще три Брудлинга кинут. Красиво. Но, но да. Вот на этот раз он кинул три Брудлинга и написал ГГ. Что ж, это был наш второй матч. И следующая игра у нас будет. Игра Венеров. Лето против Хоранги.